Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о новостях, которые изменят жизнь республики. Это Вести Хакасия событий недели. С вами Марина Конодакова. Новые правила для бизнеса, борьба с серыми зарплатами и просьба о финансовой помощи. На сессии Верховного Совета принимали решение «Соглядка на бюджет 2015». Чтобы выжить, нужно отрезать больное. Как руда Хакасии спасает тезьких горняков и почему ей интересен этот бизнес? Певица, депутаты, просто патриот своей страны. Надежда Бабкина приехала поднять гражданские доужители Хакасии песнями России. История телевидения в лицах. В очередной серии юбилейного проекта ГТРК «Хакасия» человек, который отдал работе в телекомпании 34 года. Губительное спасение. В одном из сел Таштыбского района люди приручили Мороленко и тем самым нарушили закон. Как теперь будет жить маленький Саян? Минувшая сессия Верховного Совета отметилась целым рядом важных решений. Одно из них касается бизнеса. С нового года поднимается налог для владельцев крупных офисных и торговых центров. Минфин объясняет это необходимостью пополнения республиканской казны. С этой же целью депутаты продвигают в Госдуму инициативу Виктора Зимина о борьбе с серыми зарплатами. На местном уровне вопрос не решить. Стремление властей понятно. По их заверениям, 15-й год грозит серьезными финансовыми трудностями. И пока не очень понятно, как республика будет и свои долги гасить, и что-то делать для собственного развития. С нового года для владельцев административно-деловых зданий и торговых центров площадью свыше тысячи квадратных метров повысится налог на имущество. По мнению властей, сейчас с прибыльной недвижимости они платят неоправданно мало. Против закона открыто проголосовали лишь ЛДПР. А в цену деловые люди другого партийного окраса тоже переживают. Минфин так и не смог сказать, насколько вырастут платежи в бюджет. Так стоит ли овчинка в выделке? Все эти налоги скажутся в первую очередь на нас с вами, на наших карманах. А еще более больней скажутся на карманах пенсионеров. Потому что никакой предприниматель в убыток себе работать не будет. Все прекрасно это понимаем. Просто все увеличение налоговых сборов, оно придет к очередному витку увеличения инфляции. Я крайне отрицательно отношусь к этому. И я выступал на сессиях городского совета о том, что когда же мы будем снижать налоговое время сегодня на малый бизнес. И это приведет к тому, что мы потом будем восстанавливаться десятилетиями. В условиях экономического кризиса не совсем, наверное, было бы правильно поднимать нагрузку фискальную на предпринимателей. Но и в то же время мы хорошо понимаем, что в тяжелое время бизнес должен государство тоже поддерживать. На вопрос, будут ли еще расти местные налоги, чиновники отвечают отрицательно. Хотя всем понятно, бюджет срочно нуждается в любом пополнении. Не случайно глава Хакасии решительно настроен на борьбу с серыми зарплатами. С его подачи депутаты разработали закон, по которому за сообщение о факте выплаты заработка в конверте положено вознаграждение 10% от суммы неуплаченных налогов. Не исключено, что документ может оспорить прокуратура и потребуется изменение федеральных актов. Однако, надеются парламентарии, сам факт принятия такого закона должен заставить бизнес задуматься и честно платить налоги в бюджет. И все же, главное надежда Хакасии на помощь из федеральной казны. Планируется, что в следующем году она будет такой же, как и прежде. Однако, республика, как и другие регионы, очень рассчитывают на увеличение суммы. Тем более, федеральное правительство само заявляло о такой необходимости. Иначе будет крайне сложно исполнить майские указы президента. Мы в пятницу рассмотрели в первом чтении федеральный бюджет, приняли постановление Государственной Думы. И в этом постановлении мы написали правительству рекомендации. В течение следующего, 2015 года, при исполнении бюджета, при получении дополнительных доходов, обязательно оказать дополнительную поддержку регионам. Ожидается, что завтра в Верховный Совет поступит проект бюджета 2015. Уже сейчас известно, дефицит составляет 20%, а по закону он допустим на уровне 15%. Чтобы свести доходы и расходы к оптимальному соотношению, у чиновников и парламентариев остался один месяц. В конце ноября состоятся первые бюджетные чтения. К решениям парламента мы вернемся чуть позднее. Ну а сейчас о предприятии, на которое возложены большие надежды. И которое, как одно из стратегических, внесено в план социально-экономического развития республики. Это Руда Хакасии. Компания, которая стала собственником рудников в Абазе и Вершине Тёи. В расчете сделать их прибыльным бизнесом и тем самым спасти город и поселок от вымирания. Мы побывали в Вершине Тёи, чтобы узнать, что изменилось у горняков с приходом нового инвестора. И почему на пути к намеченной цели приходится идти на непопулярные меры. Когда в прошлом году Евраз Руда объявила о своем уходе из Хакасии, новость была сродни катастрофе. Другой работы в Вершине Тёи нет. Приход нового собственника фактически спас поселок от гибели. Но сохранить предприятие не так легко, как кажется на первый взгляд. С учетом финансовых проблем новый собственник в первую очередь присмотрел существующую политику. И начал наводить на предприятие элементарный порядок. О том, как водители Белазов воровали дистопливо, известно не только в Вершине Тёи. После введения строгого контроля топливо стали тратить меньше, а руды возить столько же, как и раньше. Символ порядка – вот эти весы. По ним можно отследить, сколько груза ведет Белаз. За короткое время водители приучились к дисциплине. До этого были постоянно споры с загрузкой автомобилей. Сейчас эти споры ушли уже в прошлое. Мы можем контролировать уже управляемый процесс загрузки автомобилей, переработки руды. Оптимизация не обошлась без увольнений. Хотя о массовом оттоке кадров речи нет. За год коллектив уменьшился на 27 человек при общей численности 700. Причем многие из уволенных достигли пенсионного возраста. Горняки в тревожном ожидании. В будущем году снова возможно увольнение. Но, уверяют на предприятии, так нужно, чтобы оставшееся большинство не оказалось на улице. Это объективная ситуация чайского рудника. Поэтому, наверное, сокращение штатов будет. В каком объеме мы это все пытаемся минимизировать. Задача выживания стоит предельно жестко. За минувший год катастрофически упали цены на мировых рынках. Если в декабре 2013 года Евразруда работала с ценой 3000 рублей за тонну концентрата, то сейчас руда Хакасии отдает сырье по 1750 рублей. Кроме того, запасы тейского карьера иссякают. И со следующего года план по добыче руды будет уменьшен почти на 20%. Единственный выход – это разработка новых месторождений. В районе вершины Теи несколько участков, запасы которых открывают перспективу реального развития горной промышленности всей Хакасии. Сейчас компания ограничена обязательством перед Евразом – поставлять концентрат только на комбинат в Новокузнецк и в определенных объемах. Но чем возить нашу руду в Кузбасс, гораздо выгоднее перерабатывать ее у себя. Для этого необходимо построить собственный завод по переработке железа. Мы понимаем, что строительство этого завода единственное для нас спасение. Мы делаем для этого все возможное. Проведены у нас много работ, много переговоров. Я думаю, что в первом квартале мы будем готовы выйти уже на практическое решение вопроса. Только в этом случае мы станем по-настоящему рыночной компанией. Новое производство планируется разместить в одном из районов Хакасии. Власти республики очень рассчитывают на него. Строительство завода объявлено ключевым пунктом социально-экономического развития Хакасии. И не менее важно, что от ответственности одного предприятия зависит благополучие тысяч жителей Абазы и Вершины Тёи. Что для вас сейчас главное в моральном плане? В моральном плане, чтобы была стабильность, чтобы не было частых сменных руководителей, чтобы у нас, как сказать, коллектив поверил в то, что мы можем в этих нелегких условиях выживать и выживем. Продолжаются выплаты вкладчикам народного кредита. И на этой неделе стало известно, что без денег останутся те люди, кто брал в этом банке кредит. Как сообщает издание «Коммерсант» по закону о страховых выплатах, если человек имеет займ в обанкротившемся банке и в то же время не успел вовремя снять свою зарплату или пенсию, то деньги ему вернут, лишь когда он полностью погасит кредит. В народном кредите обслуживалось более 70 тысяч зарплатников. По данным «Коммерсанта», около трети из них были одновременно еще и заемщиками. Как по льготным потреб кредитам всего примерно на 600 миллионов рублей, так и по ипотеке. Все они, ввиду превышения размера суд над размерами счетов и вкладов в банки, не могут получить страховку. И к другим темам. В Хакасии с благотворительными концертами побывала самая яркая певица-народница Надежда Бабкина. В амплуа простой артистке ей уже тесно. Надежда Бабкина успевает быть телеведущей модного приговора и пробует себя в политике. Недавно она стала депутатом Московской городской думы. Сама певица утверждает, что работает ради культуры, а культура должна работать ради интересов страны. О том, как Надежда Бабкина поднимала патриотизм жителей Хакасии Елена Крылова. Мощная рекламная кампания фестивалю «Песни России» в Хакасии не предшествовала. И визит Надежды Бабкиной с артистами был даже неожиданным. Однако зал переполнен, и это подчеркивает, такие проекты россиянам нужны. Встречает очень, конечно, тепло. Но на самом деле в таких глубинках люди, они так и встречают всегда тепло. Они не избавлены ничем, они ждут этого. И прям, не знаю, получаешь очень море удовольствий на сцене. Фестиваль «Песни России» колесит по стране уже 7 лет. И вот пришло время Хакасии. В составе труппы десятки фольклорных коллективов, совсем не похожих друг на друга. Главная идея – показать все многообразие традиций народов России. Притом дать почувствовать зрителю – все это нас и объединяет. Какие бы мы не испытывали переживания, удачи и неудачи, но мы все время консолидируемся, все время объединяемся вокруг национальных традиций. Так вот она, национальная идея, которая находится здесь и сейчас на сцене, здесь и сейчас в этом зале. В нас в каждом есть та самая национальная идея, с которой мы рождаемся. Надежда Бабкина – личность многосторонняя, народная эстрадная артистка, основатель ансамбля «Русская песня» и одноименного театра. Телеведущая, известна она и в политике. Депутат Мосгордумы, член партии власти. Много зависит от того, что мы будем нести в общество. Понимаете, это надо заниматься, не только заниматься развлечением. Культура – это далеко не развлечение. Культура – это много чего. Это часть, огромная часть нашей жизни. Я бы сказала, это наше все. Вот нет культуры – нет государства. Фестиваль «Марафон» лично поддерживает президент Владимир Путин. Создан проект так, что в каждом регионе артисты обязательно выступают не только в столице, но даже в деревнях и с местными. Будь то самодеятельность, хоть даже сельский ансамбль важен скорее не уровень, а дух. Конечно, на сцену выходят и профессионалы. Хакасия – не исключение. Хакасия – это многонациональная сторона. И всем есть, чтобы каждому народу показать свою историю, свои народные песни и горловое пение. Во время концерта Надежда Бабкина пообщалась с нашей съемочной группой. С культурой Хакасии народная артистка России знакома. Она не похожа ни на что. То есть ни с казачеством, ни с русской песенной культурой. Это сравнить невозможно. Даже Сибирь, хотя это Сибирь, да, но она такая очень Сибирь определенного направления. То есть вот эта культура, она, знаете, такая с коренными жителями. А это значит некие свои таинства. И это видно. Больше всего мне нравится, что люди поддерживают своих. А это очень важно. Значит, когда ты поддерживаешь своих, значит, ты умеешь ценить и себя уважать. Сегодня фестиваль «Песни России» в Абакане. Завтра заключительный концерт. Он пройдет в Беи. Заряд энергии. Да, действительно. Вот прошли три часа, как на одном дыхании. Мы как будто вот зашли и вышли. Спасибо, кто организовал эту встречу, этот концерт. Плохо, что в зале много пожилых людей. Сюда молодежь нужна, чтобы она привыкала к этому. Мы-то к этому уже приучены. Выросли на этом. Почаще бы приезжали и такие концерты устраивали. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия, события в неделе. И снова о финансах. Чтобы закончить строительство детских садов, Хакасии нужна помощь из федерального бюджета. Соответствующие обращения депутаты приняли на последней сессии. Об этих и других решениях парламентариев сейчас расскажет Наталья Гармашова. От трех до семи. Именно в этот период детства малыши владевают знаниями и умениями, которые в будущем позволят им перейти на новый образовательный этап – в начальную школу. Этим нюансом представители органов исполнительной и законодательной власти в последние годы уделяют особое внимание. И вот в сентябре 2013-го в силу вступил новый федеральный закон об образовании. Документ придал особый статус дошкольному образованию. Оно признано официальным уровнем общего. Согласно указу президента, всех малышей в возрасте от трех до семи лет к 2016 году необходимо начать обучать. В первую очередь посредством детсадов. Времени остается не так уж и много. Регионы активно решают проблему ликвидации очередей в сады. Хакасия в этом плане выглядит вполне достойно. Из 13 муниципалитетов 10 сегодня почти полностью решили проблему с нехваткой дошкольных учреждений. К концу этого года планируется открыть еще 4 достраивающихся – в Баграде, Ташты, Пицелинном и Абакане. Работы ведутся в основном на федеральные средства, доли субсидий – львинные. Так, в этом году в Хакасию на модернизацию дошкольного образования поступило 350 миллионов рублей. Примерно столько же годом ранее. В 15-м средства потребуются еще. С этой целью на минувшей сессии депутаты Верховного Совета приняли обращение в адрес Федерального Собрания и правительства России. С просьбой предусмотреть нам выделение средств, а это может быть 600-700 миллионов, мы не знаем точную сумму, от достройки детских садов. Мы эту программу выполняли. И мы вышли уже почти на то, чтобы всех детей старше трех лет обеспечить местами в детских садах, как в городской, так и в сельской местности. У нас был правительственный час, Голодец выступал, Ольга Юрьевна у нас. Она говорила о том, что средства, которые в этом году были выделены на эти цели, не всеми субъектами использованы. Порядка 20 миллиардов рублей остались, которые предполагается на следующий год переоформить и распределить их уже в следующем году. Тем не менее, в постановлении, которое мы приняли по первому чтению в пятницу, мы написали, что при исполнении федерального бюджета, при условии дополнительных доходов или экономии в расходах, чтобы эти ресурсы дополнительно тоже были выделены на дошкольные учреждения. В частности, деньги пойдут и на строительство недостающих садиков в Абакане, Аскизском и Таштыбском районах. Этим территориям предстоит значительно набрать темпы за год. Ведь здесь сегодня в очереди в садике стоит в общей сложности 701 малыш. Озабочены сегодня депутаты Верховного Совета, представители правительства республики и поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о малышах-инвалидах, подростках, воспитывающихся в малообеспеченных, неблагополучных семьях. Федеральный центр и регионы сообща успешно решают эти вопросы на протяжении многих лет. Одно из направлений многомиллионных финансовых потоков – это обеспечение такой категории детей местами в оздоровительных лагерях. Из 28 тысяч малышей и школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в этом году отдохнули за городом около 6 тысяч. Стабилизировать эти показатели, тем более увеличить их без финансовой федеральной поддержки, Хакасия не в силах. На следующий год уже участие федеральных институтов власти в этом финансировании не предусмотрено. Мы обращаемся, чтобы продолжили и на 15-й год предусмотрели. Что касается оздоровления детей в трудной жизненной ситуации, здесь, правда, мы обещания не получили пока. Но я думаю, что в постановлении мы тоже включили это положение. И я думаю, что мы будем продолжать в течение исполнения бюджета тоже говорить об этом. Депутаты надеются, что федеральный центр не оставит без внимания столь серьезные вопросы, ведь на кону светлое будущее ребенка. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Процесс по делу Алексея Лебедева, виновника ВИП-аварии, в которой погибли супруги Спиренкина, отметился неожиданным заявлением адвоката подсудимого. Судебное расследование выходит на финишную прямую. Исследованы все доказательства, представленные следствием. Обвиняемый, бывший юрист Абаканско-налоговой, сидевший за рулем джипа, уверяет, что не помнит, как все произошло. Поэтому, считают адвокаты, Лебедева надо отправлять не за решетку, а в больницу. Неоднократно мы просили, лично я писал, провести психиатрическую экспертизу Лебедеву по причине того, что неоднократно у него были очередные мозговые травмы, в том числе и связанные с дорожно-транспортными происшествиями, с особенностями, так сказать, его заболеваний и состояния организма. Но тем не менее, в общем-то, я так думаю, умышленно она была отказана. Маневры защиты понять можно. Экспертиза доказала, что Лебедев перед тем, как сесть за руль, выпил примерно бутылку водки. Кроме того, на его машине был фальшивый пропуск, якобы от управления делами президента. Обвинение уверено. Лебедев заслуживает максимального срока по статье. Это почти 9 лет. Какое решение примет суд, станет известно уже на следующей неделе. Приговор будет вынесен 5 ноября. Больше всего этого дня ждут родственники погибших. Они надеются на справедливость правосудия. Ну а сейчас я передаю слово Анне Ахпашевой, которая пригласила в студию очередного героя юбилейной рубрики «ГТРК Хакасия». Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению. И вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии – Галина Николаевна Лыкова. В гостелерадиокомпании она с 1980 года работала ассистентом режиссера, режиссером, 16 лет в рекламном отделе. В общей сложности родной компании она посвятила 34 года жизни. Галина Николаевна, здравствуйте! Здравствуй, дорогая! Галина Николаевна, прежде всего, спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Назвать ветерана вас, конечно, язык не поворачивается. Не только потому, что вы прекрасно выглядите. Вы продолжаете работать до сих пор. Но мы знаем, что когда-то на гостелерадиокомпанию вы пришли устраиваться диктором, ни много ни мало. И прошли кастинг успешно, и дошли до самого финала. Что тогда не срослось? Там была очень интересная история. Просто чисто случайно я узнала, что проходит конкурс диктора. Я пришла на конкурс диктора. Это было очень давно. И прошла все перипетии вот именно вот этого отбора. Отбор был жесткий по тем временам. И мы вышли напрямую с Галиной Викторовной Фертих. Именно такой вы пришли в студию? Да, да. Именно такой, да. Именно такой. И когда меня посадили в студию, не предупредив вообще ни о чем, просто сказали, что вот зажгется огонек, будете туда смотреть. Но хочу здесь сразу сказать о Тамаре Исайне Бронер, которая была по тем временам не главным режиссером, была режиссером, но она была председателем комиссии. И она мне дала, видя, может быть, мою внешность или фактуру, то, как ни странно, может быть, среагировала по тем временам. Она вообще женщина очень тонкая была. Вот, на мой голос. И она мне дала читать «Передовицу правды». Я помню хорошо эту «Передовицу правды». Что-то там куда-то путь вперед шел. Я так села, у меня так, как бы, сталь такая была. Я отторобанила эту «Передовицу», причем без всякой подготовки, значит, так все такая, сижу такая гордая, такая, при исполнении. Ну и потом, когда случилось заседание худсовета, меня, как бы, не взяли. Не прошла. Но на худсовете, вот я хорошо помню, значит, Тамара Исаевна встала и сказала, «Вы знаете, товарищи, будь у нас программа «Время» в Хакасии», мы, вне всякого сомнения, посадили бы Лыкову на эфир. Это просто готовый диктор для программы «Время». Она, значит, сказала такую фразу, «Думаю, что этот человек пришел к нам надолго. Давайте мы ее возьмем». Сидит Маслов, председатель нашего комитета, и так, очки так поднимает и говорит, «Кем?». А я так сразу уже тут взбодрилась и говорю, «Да хоть кем?». Он говорит, «А вы рисовать умеете?» Я говорю, «Умею». И меня посадили в первые дни, я шрифты писала, эти вот, субтитры. Бронер за мной понаблюдала, видимо, хорошо понаблюдала. И она меня сразу станет ассистентом режиссера в программу «Экран». Я прихожу туда, режиссер там Вера Мазнецова. И сидят корифеи Юрий Пустовойт, Альфия Офисенко, Сережа Худояров, Сережа Недбаев, Толстихин Женя, Галамаздина Марина. Это просто элита телевидения по тем временам. Это мозги. Это настолько интеллигентно умные люди были, и я попала в море. Выплывешь, не выплывешь. Выходили же все время в живую, записи не было. У нас были трактовые репетиции, которые по секундам. Если ты не пришел, тебе хэ-хэ ставят. Холостой ход. Хочешь ты верти эту пленку где-нибудь в монтажной, смотри, перед эфиром, когда тебя на прямой эфир, допустим, там садят в экран. Где ты хочешь, там и смотри. Вашему авторству принадлежит легендарная фраза. Всем спасибо. Вечером идем в эфир, живьем. Расскажите, когда она появилась, потому что ее помнят до сих пор, и молодежь, уже новое поколение телевизионщиков. Эта фраза вообще вошла в историю. У нас, значит, случилось так, что я работала в экране, потом это стали новости, мы читали на два голоса. Владимир Шушиначев, Галина Фертих. Вот. И потом, значит, нас всех определили в большую дружную кампанию под названием «Пульс». Вначале, перед «Пульсом» была программа «Пять вечеров», тоже выходили все время вживую. Вот если чуть-чуть остановлюсь на пяти вечерах, я хочу сказать, что здесь моим непосредственным редактором и другом, учителем, вождем был Владимир Кугушев. Вот там я действительно прошла школу, такую школу, то есть это съемки, монтаж, герои, там все, там надо было набрать на эти пять вечеров, то есть мы пять вещали вечеров от понедельника до пятницы. А Володя был очень такой мобильный, подвижный, и плюс мы снимали всегда с Марьясовым, с оператором. На меня Кугуш все говорили, молчи, шпана пузатая, и слушай нас, Корифеев! А Володя Марьясов все время говорил, да что ж ты ее так пугаешь? Подожди, она тебе еще это, подрастет, она тебе покажет. Все редакторы, все режиссеры, все ассистенты, все, все мы работали на его величество эфир. И вот здесь случалась такая история. Конечно, уже здесь появилась видеозапись, на больших магнитофонах мы писали, но бывали такие случаи, что то пленка задержится, то где-то выступающий где-то заволновался, остановился никак, мы с мертвой точки не можем сдвинуться. Запись не идет, что-то там вылетает как-то так, и... И тут вы выдаете. И тут раз, кончается время записи, все, ну там определенное количество было записей, по минутам же все было. Кончается время записи. Нажимаю кнопку и говорю, спасибо всем, товарищи, вечером идем живьем. И все. С этого момента эта сакраментальная фраза, все время со мной. Вы, как я уже говорила, 16 лет уже отдали рекламному бизнесу, так скажем, да, то есть рекламному отделу, о том, как вы умеете работать с людьми, и что вы мертвого уговорите, знают все. Вам эта работа, именно вот в этой сфере, легко дается? За 34 года в моей службе, как или сказать его, величеству телевидению, жизни на телевидении, много перипетий, когда приходилось переходить из одной стадии в другую, когда объединили редакции, когда убрали, когда вот это все было, 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 было. Надо было уметь приспосабливаться. Конечно, надо было именно идти в ногу со временем. Причем мы взрослели, мы творчески росли, мы друг у друга учились. Судьба меня вынесла очередной раз на новый гребень волны, и эта волна оказалась под названием рекламный отдел. И вот мы туда пришли с Людмилой Швецовой. То есть тоже ничего не знала. То ли я там режиссер, то ли я там редактор, то ли я там... Кто я там, не знаю. И опять выплыли? Выплыла, выплыла. И вот уже 16 лет плыву, Анечка, плыву. Найти подход, уговорить людей отдать свои... Это, наверное, все-таки черта моего характера, я так думаю. Потому что очень тонкая работа в рекламном отделе. Хотим вам пожелать сохранить вот эту неуемную энергию, по-прежнему нас радовать, возможностью общаться с вами. Большое спасибо. Спасибо вам. Сегодня с Галиной Николаевной Лыковой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Мы в ответе за тех, кого приручили. В непростой ситуации оказались сотрудники Госкомитета по охране животного мира Хакасии. В одном из подворий деревни Малый Анзас на привязи оказался полугодовалый мороленок. С одной стороны, это серьезное нарушение. По закону, дикое животное нельзя держать в неволе. С другой стороны, хозяева утверждают, что желали мороленку только добра. Но почему благое желание может навредить животному? И что делать в таких случаях, вы узнаете из следующего материала. Красавица, вырастила, увидели, а? Вот он здесь жил, растил, ходил на место красоты. Я его что-то надеваю, или куда-то что-то хочу сделать. Что у него здесь мешает, кому мешает? Пойдете на заграду? Я приехал за мороленком, который вам не принадлежит. Хорошо, не принадлежит. Давайте мне документы. У вас документы есть на содержание? Я туда приехал, пока он сегодня приедет. Но документы есть у него? Вот сейчас я бы поехал в Абакан, узнавать эти все законы. Жителям Малого Анзаса и в голову не могло прийти, каким разбирательством может привести случай, произошедший несколько месяцев назад. Сельчане нашли погибающего мороленка и просто не могли оставить его на произвол судьбы. У дойки подыхал, лежал. Я его подобрал, потому что жалость человечества. Я его сразу бросил, лень тащить было. Думаю, ну зачем он посмотрел, обнялся, он лежит такой, не идти никуда. Я его сосок кормил. Мороленок, которого назвали Саян, так привязался к людям, что, по мнению специалистов, теперь самостоятельно выжить в природе уже не сможет. Потерянные инстинкты. А для сельчан со временем он станет только обузой, требующей заботы и ухода. И рано или поздно возникнет вопрос, что с ним делать дальше. Ах, ты маленький. Ах, ты маленький. Ну что ты, мой маленький? Не иди сюда, здесь ничего такого съемного нет. Иди сюда, красавец. Для блага самого же мороленка охотинспекторы перевезли его в зоологический заказник. Животное поместили в специально оборудованный вольер, где ветеринар провел все необходимые обследования. Состояние у него удовлетворительное. Шерстный покров хорошо у него покрытый. Даже маленько блестит, как у здорового, нормального животного. Ведет он себя вообще не агрессивный такой, ручной. Мы его исследуем на бруцеллез и на лептоспироз. И все, мы его туберкульнизацию сделали. И все, что он будет здоровый, покажет все. Да вот так повидают, что он нормальный. Некоторое время Саян пробудет в карантине. И уже потом будет понятна дальнейшая судьба мороленка. А пока тут есть и питание, и уход, и забота специалистов. Всего в нескольких метрах от вольера начинается тайга. И рано или поздно она поманит зверя. Сейчас вот эта вот маленькая игрушка для людей. Он молодой совсем, покладистый. С возрастом, конечно, природу свою возьмет. Во время гона он начнет агрессию проявлять все равно. Не совсем игрушечный будет. Он вырастет, будет сильный, окрепнет. И там уже может и ударить. Мороленок Саян – это далеко не первый случай, когда радушные люди приносят к себе в дом диких животных. Однако нужно помнить о том, что людское жилище никогда не заменит зверю лес. А если уж так случилось, то нужно немедленно обратиться к специалистам, которые и животному помогут, и избавят вас от ненужных проблем. 4 ноября страна отмечает День народного единства. Хакасия тоже не отстает. Народные гуляния пройдут на Первомайской площади. Организатор праздника – Общественная палата Хакасии. Мы бы хотели именно в Общественную палату пригласить все население, вот именно многонациональное население жителей Республики Хакасия, прийти на этот праздник. Есть возможность высказать свое мнение, свое отношение к этому празднику, встретиться с друзьями. Я думаю, что это будет действительно народный праздник не только Хакасии, но и России. И это вся информация на сегодня. Я желаю вам приятных выходных и до новых встреч.